привет привет расскажи как у тебя дела да в целом уже неплохо кстати я отошла от всех этих стрессов которые у меня за последние тут получается полторы недели были как бы полторы недели мне казалось там уже несколько месяцев или так просто были стрессы на допивание так скажем последние недели да я думала знаешь что когда у меня украли телефон я думала что все я выпала из реальности у меня просто я не знала ни времени ничего я не знала куда мне идти что мне делать через сколько приедет даже мой автобус то есть как-то так это прошло это уже почти полторы недели прошло с этого это был прошлый четверг вечер я заходила в автобус и это было в часах наверное 7 или 8 я зашла в автобус и меня просто толкнули и украли мой любименький мой 12 айфон я прям вообще я была в шоке у меня музыка пропала из наушников я же всегда с одним наушником хожу люблю стреки слушать слушай а тебе вообще я думала конечно уже таких ситуаций у нас в мире не происходит но видимо для чего-то она эта ситуация произошла вернее не для чего-то а почему-то а ты для работы как-то используешь телефон вообще как у тебя да конечно я использую его для работы то есть я обрезаю видео я монтирую я созваниваюсь что как бы он у меня онлайн работаешь да на удаленке да 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 так что как бы он у меня был прям для чего это было для тебя критично да это был еще и подарок в придачу как бы для меня это прям ну как подарок это был совместно купленный подарок мне но в любом случае это был дорогой для меня подарок так в итоге и новый телефон уже приобрела или что происходит сейчас я не приобрела новый телефон мне привезли старый телефон который находился у моего ребенка это iphone 6 или 6 он просто называется он находится а вот тот с которого ты разговариваешь на котором сейчас все непорядка да 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 там 16 гигов памяти было 64 гигабайта памяти мне не хватало так мне подкинули 16 гигов памяти я делала много ты говорила как хочешь да делай все что хочешь именно именно ну как бы я надеюсь знаешь на то что я в ближайшее время смогу приобрести хотя бы себе телефон этот либо же Настя ну смотри на самом деле на самом деле такой ситуации ну во первых наверное у тебя сейчас происходит много ситуаций подобного рода то есть одно перетекает насколько я знаю насколько я слышу я могу еще предположить по той простой причине что ты изначально ко мне пришла для того чтобы что-то поменять в своей жизни то есть таким образом мы познакомились таким образом сейчас общаемся вот и когда человек начинает что-то менять жизни таких ситуаций происходит очень много почему потому что мы действуем часто продолжая как мы умеем как нас научили вот с этими заложенными установками и программами и эти ситуации даются для того чтобы мы в какой-то момент стали ну перепрошили себя и стали вести себя по-другому на самом деле самое простое это конечно дело через подсознание сейчас ну ты ну при этом через сознание тоже через действие это сложнее сделать то есть взять просто и по-другому вот начать себя вести и все это как бы ну непросто но это можно сделать тем не менее вот и вот это вот знаешь есть такая еще история когда люди говорят я все понимаю а делаю вот как как я раньше и делал знаешь да вот эту частую историю особенно у девочек ну у девочек просто это распространено об этом говорить у мальчиков то же самое но они об этом не распространяются вот и вот эти вот как есть такое выражение что по ним вернее осознанность понять это одно осознать это другое и осознанность приходит тогда не когда мы поняли а когда мы не поступили ну имеется ввиду что поступили по-другому вот и в данной ситуации да ты о чем подумала вот надо приобрести телефон сейчас там возможно еще там вариации какие-то там по кредитам использовать ну то есть думала об этом возможно даже какие-то шаги предпринимала я права именно 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 я пыталась делать не подумала о том вы знаете есть такие вещи подруга у меня вообще искала тоже а искала планшет и что-то мне в проброс сказала вернее как в проброс мы с ней встречаемся вернее онлайн по-моему даже говорит Света я вчера потратила весь день на то чтобы понять какой мне нужен планшет я сходила в магазин там разные потрогала потыкала вырезала из картонки для того чтобы понять какой мне размер лучше лучше подойдет для работы в итоге я говорю слушай так вот у меня два лежит еще два осталось я все равно к вам скоро прилечу я возьму говорю ну один меня попросили говорю второй я говорю тебе могу дать попробуешь если понравится возьмешь тебе там такой у меня по-моему айпад какой-то там был мини или как там он называется ну такой небольшой размер и он мне очень нравился просто для меня я помню тоже была проблема тяжелый там большой вот этот айпад таскать или ноутбук я как этот вопрос решила с этим айпадом и вот говорю давай тебе привезу и все и до сих пор по-моему полгода она им пользуется счастливо а я уже забыть забыла и периодически она когда я вижу в интернете выкладывает со своих занятий она преподаватель очень английского и ну и индивидуальных и там в группах и часто бывает проводит в кафе то есть они собираются и вот ей удобно чтобы ноутбук с собой не таскать я говорю ну как там поживает мой малыш да круто классно то есть и вообще человек счастлив я к чему что ты не подумала о том что а может надо просто сказать у кого-то наверняка лежит лишнее ненужное а тебе это нужно ну понятно что мы сейчас не говорим о том что там какой там у нас сейчас новый там 14 айфон тебе подгонят наверняка в такой критической ситуации когда тебе это нужно для ну грубо говоря для жизни для проживания потому что ты на этом зарабатываешь работаешь почему бы да не так вот мне рассказала и кстати мне тоже подружку посоветовала один одного человека я тебе скину после нашего разговора у кого можно уточнить этот вопрос вот и возможно ну хотя бы не за дорогую стоимость приобрести вот но опять же это человек которому можно доверять вот то есть не то что там где-то в интернете там ну понятно что вот поэтому здесь наверное главный момент в том чтобы видеть другие пути как ты на это смотришь я только за попробовать посмотреть это все под другим углом попробовать посмотреть знаешь попробовать что-то новое если знаешь мне дадут да то и я смогу может быть потом помочь этому человеку либо либо какому-нибудь другому вообще человеку помочь этот круг да понимаешь теперь понимаешь что обозначает это одна один из значений моего нашего логотипа да 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 именно как бы помочь кому-то кто будет нуждаться в этом ну что может быть я что-то смогу дадать этому человеку не знаю да это будет замечательно это будет замечательно если это так действительно выйдет что и знаешь тут еще такой момент что это непросто ну вот взяла там и стала новым человеком это очень большой труд над собой и как правило очень много времени усилий тратится на ненужные разговоры то есть по большому счету здесь работает либо чистка подсознания сразу то что вычищает ненужное это один из крутых быстрых способов ну что гипнотерапия классическая ну и там дальше больше чем классическая то чем я занимаюсь там это намного быстрее круче происходит и потом дальше уже надстраивается новое то есть дальше ты уже там идешь по новому пути второй момент если сейчас нет возможности этим заниматься соответственно можно делать через действие есть такая кстати ну это вообще это изучено доказано и наверное вот изучение иностранных языков это одна из вещей где об этом открыто преподаватели говорят ученикам рассказывают что только через многократное повторение мы приобретаем навык то есть знание сами по себе ничего не значит а кстати у тебя вот такая история с классный пример с вождением то есть получается сначала вы изучаете это вообще на самом деле считаю вот это вот курсы по вождению это самый интенсивный интенсив в мире на мой взгляд за три месяца когда ты вообще ничего там не знал тут едешь уже через три месяца на своем автомобиле то есть сначала знания которые если ты не применяешь они тебе нафиг не упали никогда в жизни водить не будешь потом начинаются навыки вот сейчас пойдешь на площадку то есть сначала тебе тоже будут теорию рассказывать где какая там сцепление где газ будете только на тормоз учиться нажимать сначала в первую очередь вот потом и только потом будет навык то есть будете оттачивать это навык 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 но навыки сами по себе тоже ничего не играют в жизни в жизни важны умения то есть это когда ты поедешь уже в город когда ты будешь сама ездить ну то есть это мастерство будет оттачиваться то есть только тогда это классный инструмент в жизни И то есть когда, ну, то есть мы можем менять жизнь, когда мы уже применяем это постоянно, то есть тогда уже, тогда оно меняется. А так, что один раз там сделал и забыл, оно, ну, естественно, не работает. Вот, и чтобы, я тебе, кстати, рекомендую для того, чтобы вообще узнать, как это работает, вообще как ты оказалась в этом состоянии, потому что, ну, в это состояние, да, что у тебя сейчас есть, приводит многократное действие. То есть ты, скорее всего, то есть делала одно и то же, сама даже не задумывалась об этом, а почему так, почему я оказалась в такой ситуации, как сейчас. Ну, мы сейчас не про телефон говорим, да, а в целом вот про расставание, про то, что кажется, что одна там с ребёнком, но на самом деле в данном случае ребёнок как раз это плюс, потому что иначе ты бы что пошла, что пошла делать, как обычно все? Лежать. Клубы, ну, либо лежать, либо второй вариант, мы там с подружками, вот, регулярно, да, это как бы стандартная история, но третий вариант есть ещё в работу. Удариться, как будто это тоже защитный механизм, но при этом не прожив ситуацию, её не изменив, не научившись делать по-другому. И вот я как раз вот в этой новой книге своей, которую сейчас буду выпускать, «Испытание исцеления депрессии» она называется, но на самом деле слово депрессия, оно я просто использую общее, потому что я не вижу смысла копаться вот в этих названиях, что, как. Короче, если тему нового, то вот, вот оно. Вот, и я очень рекомендую сделать предзаказ, её почитать, потому что там вообще понимание, откуда, откуда всё вот это берётся, как мы оказываемся в таких ситуациях, как нами, собственно, подсознание рулит. И там ты найдёшь в том числе решение и сможешь выбрать, а где ты хочешь оказаться, то есть к чему это в итоге приводит. Вот. И, ну, я могу сказать сразу, что, скорее всего, ты меня умеешь от того, что там прочитаешь, потому что это не, ну, так сказать, то, о чём не принято говорить, не то, что не принято, невыгодно говорить. Вот, потому что вдруг сейчас все начнут быстро становиться счастливыми, тогда лечить некого. Да. Понимаешь, да? Понимаю. Ну, в любом случае, знаешь, как бы лечить некого, особенно отдавать за сеанс по четыре тысячи, как бы, потому что я ходила к психологу, я за один сеанс отдала только четыре тысячи, вот. За два сеанса уже восемь. Ну, да. Ну, причём, если четыре тысячи, это, в принципе, ну, видимо, хорош, ну, как хорошее такое слово. Ну, значит, человек, ну, как, по крайней мере, авторитетом пользуется, значит, к нему идут. Да. Ох, что-то отключилось. Ага. Садимся? Да, у меня зарядка начала пропадать, да. Всё. Вот. Хорошо. Так что только я тут подержу, так, телефон немного. Да, тогда, если зарядка садится, то я предлагаю вот сейчас это классное знание для того, чтобы пойти и заняться этим вопросом. Вот я тебе сейчас ссылку на человека, на Инстаграм, ты посмотришь и можешь задать ему вопросы по поводу телефона, возможно, он найдёт для тебя решение. Вот, возможно, сейчас, я не знаю, каким-то образом ещё тебе придут подсказки, каким образом хотя бы какой-то телефон для работы можно сейчас либо приобрести. Может быть, тот в данной ситуации поможет. Вот. Вместе с подругой подумайте. Она всё слышит, да? Да, она не слышит, я же наушники. А, всё. Она всё пропустила. Ну, есть кинет. Ей тоже было полезно. Я знаю тоже, как правило, у всех ситуации похожи. Поэтому делись информацией. Подписывайся на канал. На мой. Обязательно. Целую, обнимаю. До встречи на следующей сессии. До встречи. Пока-пока. Спасибо тебе. Пока-пока. Пока-пока.